Девушки отдыхают У нас в церкви есть согласие и решение, чтобы это было семейное, все церковное, общие молитва и пост. Как бы хотелось, чтобы вы были, мы были среди тех, которые об этом помним, уже имеем план и уже как семья выбрали день, в котором мы будем участвовать. Я призываю всю церковь, всех вас, поучаствовать в этом общем посте и молитве. Верю, что это полезно, а в наше время очень необходимо. Впереди, как вы многие знаете, у нас выборы. Для нашей страны, я думаю, это очень-очень важный период. Буквально через неделю многое, что будет решаться. И заметно, что как никогда в это время, как никогда, кажется, в Америке люди так не были агрессивны, как именно сейчас. Мы живем с вами в сложное, интересное время. Это не просто политическая война. В духе моем я чувствую, что это борьба двух сил. Это противостояние сил тьмы и света. И первые христиане, и вообще христиане, я вижу, что они не боялись стоять за свои убеждения. Не просто за мнение, а за убеждение, за веру, которая была основана на священном писании. За эти убеждения они были готовы идти даже на смерть. Они верили, и они говорили. Верили и говорили. И именно то, что они говорили, это меняло людей. Меняло людей и влияло на людей и на окружающих. Даже если христиан в разные периоды истории осмеивали, даже если христиан гнали, их слово все равно имело силу и влияние. Соль меняла вкус. Они не воевали физически. Мы знаем из Писания и знаем из истории, что агрессия и насилие хороших результатов не приносило. Например, крестовые походы. Как вы знаете, где главная идея была насильным путем. Из Писания мы видим, что не принесло хороших результатов. Писание призывает нас, верующих, побеждать зло добром. Именно об этом написано очень ясно. Зло нельзя. Насилие насилием победить. И именно их слово, не молчание, но их слово, оно влияло на людей. Наше первое, главное призвание, как христиан, во-первых, это проповедовать. Но есть и другое влияние, которое мы можем оказывать, как верующие люди. Я хочу предложить вашему вниманию одно местописание, которое связано с вашим паспортом. У каждого из вас есть паспорт. Деяния 16 глава, 37 стих. Там написано так. Если можно на экран. Павел сказал к ним, нас, римских граждан, без суда, всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет. Нет. Пусть придут они сами и выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам. И те испугались, услышав, что это римские граждане. Деяния 16 глава, с 37 по 38 стих. Друзья, я хотел задать вам вопрос. Если вы обратили ваше внимание, в этом отрывке местописания есть, кажется, духовные мысли. Есть, описывается период страданий, гонений на христиан. И вдруг так резко и неожиданно там появляется паспорт римский, который вроде бы кажется, ну при чем тут ваши документы? Здесь вопрос решается на другом уровне. Но почему-то, когда апостола Павла, как вы уже услышали из Писания, побили, когда его пострадал за Христа, это контекст этого местописания. Но что он сделал? Он мог бы просто промолчать. Апостол Павел мог просто промолчать. Но из Писания, я хочу обратить ваше внимание, поэтому я и хотел, чтобы вы его увидели на экране. Там написано, что он сделал. Он сказал. Он сказал что? На что он опирался? Какие факты? Каким правом он воспользовался? Это человек, глубоко верующий в Бога. Человек, который сделал колоссальное, кажется, влияние на мир в Новом Завете в то время. Он знал силу Божью, чудеса Божьи. Он, кажется, как никто проповедовал, имел помазание и власть от Бога. Но вдруг, в определенный период, он использует римский паспорт или по-другому гражданство. Именно на это он опирается и призывает, чтобы по его праву, на основании его гражданства, чтобы люди, которые к нему относились, как бы они не относились в тот период, чтобы они что-то сделали или задумались. И вот, друзья, если он, апостол Павел, мог взывать к римскому гражданству, сегодня у каждого из вас есть паспорт. И у многих из вас есть американское гражданство. В то время это было римское. И он, если вы имеете американское гражданство, то на основании этого примера я вижу, что мы тоже имеем право не молчать. Имеем право не молчать. Он потребовал суда Керсарева. Если вы верите в то, что Бог переселил вас в эту страну, то у меня вопрос, зачем? Просто ради комфортной жизни? Я не думаю, что Богу интересны такие именно цели. У Бога есть цели повыше. Я думаю, что где бы мы ни жили, мы призваны быть солью и светом. И наше главное призвание – это проповедовать людям, рассказывать им о Христе. Это первое наше предназначение. Но дальше, друзья, вот это слово, голос, который подал апостол Павел, взывая, опираясь на его гражданство, это Павлу продлило его свободу. Перед заключением это раз. А дальше это открыло ему новые возможности проповедовать на тех уровнях, на которых он раньше не был. Это два. В данном случае все, что он сделал, он просто использовал паспорт. Гражданство римское. А у нас сегодня есть возможность, друзья, использовать гражданство американское. Если у вас есть американский паспорт, то давайте из этого примера извлечем какие-то полезные уроки. И у нас есть право не молчать. Как я уже сказал, из истории мы видим, что агрессия, насилие, оно не приносило результатов. Но слово, сказанное вовремя, убеждения, которые основаны на нашем священном писании, мы не должны их бояться. Мы должны стоять на наших убеждениях за нашу веру. Поэтому в этом период я призываю не молчать, но подавать наш голос. Именно даже если вам кажется, что ваш голос не будет услышан. И когда мы подходим сейчас в этот период голосования, то это касается всех людей, особенно, которые живут здесь, в этой стране. И я понимаю, что каждые представители власти двух сторон, разных сторон, они имеют какой-то экономический план, медицинскую страховку, там налоги. Это все важно. Но есть что-то более важно. Для христиан нам важно понимать, для нас есть что-то более важно, более ценно, бесценно. Это христианские убеждения и истины. И наша задача, друзья, в этом выборе и решении, во-первых, не молчать, а во-вторых, стоять, знать за что. Именно за христианские ценности. Раз. А второе, в защиту исповедания нашей веры. Не бояться подавать голос, чтобы мы имели право исповедовать нашу веру. И когда мы делаем выбор и делаем решение, то здесь в первую очередь посмотреть нужно на то, кто представляет эти христианские ценности. Один простой пример, очень простой пример жизни или абортов. Сегодня выпускаются законы, предлагаются законы, чтобы подвинуть еще дальше срок абортированных детей. То есть, если, например, раньше, к примеру, это было до месяца, до трех месяцев, то сейчас это уже подвигают, стараются продвинуть, чтобы аборты уже можно было делать уже почти готовый девятимесячный ребенок. Это все нечестивые законы, которые пытаются истреблять. Жизнь, она в Божьих руках. Люди не имеют права забирать жизнь. Поэтому, друзья, когда вы смотрите и делаете ваше решение, то обращайте внимание, кто-то представляет ценность жизни, а кто-то пытается эту жизнь забрать. Мы, как верующие люди, не должны бояться и стоять за наши убеждения. Мы за жизнь. Бог, он есть представитель жизни, Бог, он есть даятель жизни. Он не давал права людям забирать жизнь. Поэтому мы стоим за жизнь, мы против абортов. Я еще раз хочу сказать, да, есть экономические там разные планы, но нам нужно не потеряться и разобраться в первую очередь духовные ценности, христианские ценности. Жизнь – это всего лишь один из маленьких примеров. Второй момент – это секс-эдюкейшн. Когда нашим детям предлагают, продвигают законы, есть представители власти какой-то стороны, которые говорят, что сегодня ты не должен быть мужчинами или женщинами, ты можешь выбирать, кем ты хочешь быть. Ты можешь быть не он, не она, а просто оно или оба одновременно. И это все пытаются насадить нашим детям с малого, с маленьких лет. Когда еще дети поддаются влиянию, когда они, и, кстати, они имеют преимущество, потому что дети находятся в школе больше в течение дня, чем иногда они находятся дома. И поэтому здесь нам важно тоже понимать, друзья, что мы должны стоять на наших убеждениях христианских, не мнениях христианских, которые мнения могут меняться. Люди могут становиться более либеральными, более прогрессивными, мнения могут меняться, но убеждения истины, истина христианская, она не меняется. Неизменно. Века проходит, она неизменно. Поэтому нам не нужно бояться стоять за наши убеждения и не молчать. Почему другие люди, Мидия и все остальные могут без нашего даже выбора, без, независимо, что ты думаешь, как мама или папа, они имеют право говорить, внушать и промывать мозги нашим детям, а мы не имеем права говорить. Апостол Павел страдал, но он сказал, он имел право сказать. Дальше уже решение, это уже не все в наших руках, но не молчать, это наше право. Третье, вы можете обращать внимание на тех представителей власти, которые поддерживают церковь. Поддерживают церковь. Поддерживают церковь, которая за то, чтобы церковь была, существовала, влияла, молилась, собиралась и так далее. И есть другие подходы к церкви. Один американский пастор, Джан Маккартор, если вы знаете или слышали его, в Калифорнии он выступил и огласил список предписаний, которые он получил от местных властей, где ему говорили, что нельзя делать. Мы, друзья, понимаем, что в целях какой-то безопасности есть какая-то здравый смысл и логика, делать какие-то меры предосторожности физические, для ради и здоровья. Это все мы понимаем, мы не игнорируем этот факт. Но когда это уже переходит немножко дальше, и когда под этим предлогом, под этим мотивом уже идет атака на церковь, и когда в списке нельзя, 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 и потом стоит нельзя совершать причастие, это, друзья, уже, за это уже первые христиане, они умирали. Как совершать? Это уже другой вопрос. Но вообще нельзя. Вы понимаете, что есть представители, которые уже посягают на истину, чтобы люди привыкли, нельзя то, нельзя то. Вроде бы, ну, понятно, такое время, в такой период мы живем, пандемии, нельзя, но потом мы привыкнем, что, ну, и причастие нельзя, ну, тоже ж понятно, и то нельзя. И вот так вот оно так все размывается, смешивается, но там идет тактика или адженда тьмы. И я верю на примере апостола Павла, что мы не должны молчать. Прочитаю вам Есфир, 4 глава, 14 стих, очень интересное место, где написано, внимание, если ты промолчишь, на веса стоит только голос, никакой там войны, никаких там действий, ничего, только голос, если ты промолчишь в это время. Вся нация, это касается всей нации, мне кажется, в данный момент, в Америке, сегодняшние выборы касаются всей нации, как никогда раньше. Если ты промолчишь, то дальше написано, то помощь, Есфир, 4, 14, придет от Бога, придет свобода, избавление с другой стороны, с другого места. То есть, Бог все равно найдет правильных людей, Бог все равно, у Него есть методы разные. И дальше, но кто знает, может, не для такого ли времени ты достигла царского достоинства? Не для такого ли времени ты и получил американский паспорт? Не для такого ли времени ты находишься здесь? Славянская эмиграция, я думаю, насчитывает около миллиона, наверное, людей здесь в Америке. Это может сыграть какую-то роль, если мы все подадим наш голос. И хочу обратить ваше внимание на то, что твое слово и твой голос не гарантирует хороших результатов. Как пример в истории с Есфирью. Ее голос, ее слово к царю, это был 50-50. Вы же понимаете, да? Это был риск. Сегодня многие могут говорить, а зачем, зачем это делать, зачем голосовать? Все равно же Бог все решает. Как Бог предопределил, так и будет. Какой смысл этим заниматься? Но смотрите, голос не решает, не гарантирует 100% успех. Вот что она делает дальше. Помимо голоса, который она рискнула подать, как и апостол Павел сказал, так и она сказала, голос и слово, она еще взывает и опирается на другие методы, как верующий человек. Пост и молитва. Пост и молитва. И заметьте, что ее голос к царю это 50-50, то есть все решение все равно в Божьих руках. Этим я хотел бы подчеркнуть, что не стоит сильно надеяться на президентов. Да, мы выбираем, но не стоит сильно полагаться на них. Мы можем быть слишком разочарованы. Наши основания, мы должны полагаться на Бога, а не на человека. Об этом тоже важно помнить, чтобы не разочароваться. И хотелось бы при этом контексте сказать, не бросайтесь, друзья, в крайности. Не стоит нам, христианам, становиться слишком политически агрессивными. Это не наша брань, это не наша вообще сфера. Не стоит нам вступать в какие-то дебаты, споры. Как верующие люди мы должны быть светом, нам не стоит обижать, нам не стоит кого-то унижать. Наша брань не против плоти и крови. Мы выше этого. Как христиане мы должны летать выше всех этих событий. И когда в период Есфири вся нация, весь народ стоял в преддверии сложнейших решений, она не просто сама молилась, она призвала к молитве и к посту всех, вся нация, весь народ, всех. Она подала свой голос и сказала, давайте мы все будем стоять вместе в проломе. поэтому, друзья, в преддверии таких событий, я думаю, достаточно я вам дал примеров из Писания, которые призывают нас не молчать, участвовать и подавать свой голос. Если вы никогда не участвовали в голосованиях, вы не знаете, как и где это делать, я уверен, что при вашем желании и решении вы найдете людей, которые вам помогут и подскажут, где и как это можно сделать. Но давайте мы будем тоже отдавать свой голос, вспоминая апостола Павла, тоже опираться на гражданство и вспоминая Есфирь, понимать, что да, не все мы решаем, но мы делаем все, что возможно с нашей стороны, стоим, не боимся стоять за наши убеждения, а Бог делает все, что он со своей стороны. И тогда, объединяясь в посте и молитве, мы движемся дальше, имеем мир и покой на сердце. Субтитры создавал DimaTorzok